Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 13.3.1. Это будет небольшой трэблшитинг. Думаю, мы с ним очень легко и быстро справимся. Скачиваем ПК-файлик и открываем. Если у вас при открытии файлика будет окно входа, просто вводите логин и пароль от Metacad и вас пустят дальше проделывать это задание вместе с нами. А у меня все открылось сразу. Открываем UserFile и вводим имя. Давайте сменим на другой язык. Мое имя Карина. Я ввожу свой email и группу, в которой вы учитесь. Например, вот так. Нажимаем ОК и подтверждаем. Таким образом, наше задание перезагрузится и мы можем начать проделывать его и выполнять. Мне вот само задание не нужна. Я его закреплю вот так и мы будем тут следить, сколько баллов мы получили. Хотя давайте открою немного больше, чтобы было видно еще и таблицу адресации. Нам она очень сильно поможет в этом задании. Давайте ее разместим как-то вот так. И сделаем немного по... Вот так. Идеально. Первое, что нам нужно сделать, открыть ПК-1. Давайте я его закреплю на топ. Вот так. Открываю командную строку и пингую на устройство. 2.0.0.3. 0.113. 100. Я взяла это из вот этой вот таблички. Давайте сделаем вот так вот, чтобы вам было все видно. Вот оно. Ой. Пинг. 2.0.0.3. 0.113. 100. Мы пинкуем на наш сервер. Вот. Все. 203.0.13. 100. Все. Ждем пинг и посмотрим, будет ли он работать. Первый реклест имаут. Так бывает, но три последующих окей. Пинг прошел успешен. У нас есть соединение между этими устройствами. Давайте двигаемся дальше. Открываем лэптоп и посмотрим, работает ли пинг с него. Если да, то значит в той сети все правильно и там не нужно ничего перенастраивать. 203.0.113.100. Да, из первого же пакета у нас все окей. Мы можем пинговать на сервер и обратно. Вот сервер. Все удачно. Давайте двигаться дальше. Теперь проверим следующую сеть. Вот эту IPv6. Открываем PCA. Открываем командную строку. Также пинг. И прописываем IPv6. Адрес нашего сервера. Ждем из первого же пакета. Все удачно и все окей. Следующее устройство. PC3. Пинг. Опять-таки все удачно. Значит и эта подсеть у нас полностью настроена и рабочая. Дальше. Открываем PC4. И пингуем опять-таки по IPv4 адресу. Потому что это IPv4.network. Там все подписано. Пинг. 2.0.3.0.1.1.3.100. Ждем пару секунд. И так как пинг у нас довольно-таки долго идет. Да, первый неудачный. Сейчас и второй, скорее всего, будет неудачный. Потому что если пинг удачный, у нас сразу идет вывод, что все окей. Значит, нам нужно будет найти, в чем ошибка и исправить. Для этого мы сейчас проведем трассировку маршрута на этот IP-адрес. Для этого вводим команду TraceRT. И ждем, пока наша трассировка сработает. Ждем. И, судя по всему, она будет сейчас неудачной. И у нас, да, будет request timeout. И продолжать дальше, ждать, пока пройдет трассировка на 30 хопов, у нас не будет смысла. Ctrl-C. И, я так понимаю, ошибка будет PC4. Потому что пинг дальше этого устройства у нас никуда не вышел. Открываем PC4. И смотрим по настройкам, что у нас здесь. Давайте я его вот так вот выделю, чтобы мы не путались, где наше устройство. 10, 10, 5, 10. 255, 255, 255, 0. Дехотки давай. 10, 10, 5, 1. А тут у нас 11. Вот и первая ошибка. Вот почему трассировка не работает. Давайте закрываем IP-конфигурацию. У нас добавилось 14% выполнения. Давайте проведем трассировку еще раз. И, как вы видите, у нас трассировка идет дальше успешно. Trace complete. Мы исправили ошибку в этой сети, и все окей. Давайте еще пропингуем, чтобы точно удостовериться, что у нас все работает. Готово. Продолжаем. Следующее, что мы будем делать. Мы будем пинговать с IPC 4 на следующее устройство. Давайте, хотя нет, давайте лучше откроем. Мы здесь исправили ошибку. Здесь должно все быть окей. Откроем. Давайте лучше сервер. Вот он. И пингуем. 2.003 2.03 0.113 100 Ждем наш пинг. Request him out. Так, посмотрим, что у нас дальше. Опять-таки, request him out. И если третий request him out, то, скорее всего, все четыре будут неудачные. Да. Давайте подрежем еще четвертый. А вдруг все заработает? Хотя, очень даже маловероятно. Не работает. Нам нужно посмотреть IP-адрес этого сервера, потому что, скорее всего, проблема именно в нем. Мы можем провести трассировку, но, думаю, тут и так все понятно. Давайте введем команду ipconfig. Slash O. Она config. Вот. Давайте посмотрим, что у нас по IP-адресу. И у нас вместо обычного нормального IP-адреса, который подходит этой сети, у нас auto-configuration IP. Это значит, что у нас включен DHCP, и этот адрес настроился сам. Но проблема в том, что у нас есть правильный IP-адрес, который должен быть настроен вручную на этом устройстве. И маска под сети у нас, видите, какая? 255.255.00. А должна быть вот такая вот, что тоже не совсем правильно. Давайте вот так вот выделим эти IP-адреса. Сойдем в IP-configuration. Выключим DHCP на статический. И настроим наше устройство. 10. 10. 5. 20. Готово. Маска под сети 255.255.255.0. И default gateway обязательно нужно настроить. 10. 10. 5. 1. Это IP-адрес нашего свеча. Готово. Закрываем. У нас 71% выполнения. Давайте найдем еще одну ошибку. Скорее всего, она будет только одна. Открываем сервер 1. Давайте пропинкуем, удостоверимся, что у нас все окей. И сможем спокойно пойти дальше в следующую сеть. Да, эта сеть у нас полностью рабочая. С ней никаких проблем больше не будет возникать. Открываем Laptop B. Давайте я как-то размещу вот так. Laptop B. И открываем. Командная строка. Пинг. Это у нас IPv6-сеть. Вот как можете видеть. Пингую, значит, на IPv6-адрес. Наш пинг идет очень долго. И, скорее всего, там будут ошибки. Реквест тайм-аут. Ждем следующий. Реквест тайм-аут. Ждем третий и четвертый. И они, скорее всего, тоже реквест тайм-аут. Сейчас мы проведем трассировку маршрута. И посмотрим, где именно у нас проблема. И, скорее всего, это, опять-таки, проблема именно в этом устройстве. Потому что у нас все другие сети хорошо пигуются. И там ошибок нет. Трассировка будет на 30 попыток. Но, судя по всему, мы с первой попытки увидим, что у нас будет какая-то ошибка. Потому что вот сейчас она идет очень долго. И не указывается устройство, по которым пингуется. Да. Реквест тайм-аут. То есть наш пинг крашится сразу же на вот этом вот устройстве, и не выходя никуда дальше. Давайте посмотрим. IPv4 адрес мы не трогаем, потому что он не настроен вообще. Смотрим IPv6. Находим наш лэптоп B. Вот он. 2.001. Db8.5.10. 164. Дальше. Смотрим нашу IPv6 Default Gateway. Тут все окей. Значит, ошибка не здесь. Давайте посмотрим дальше. Где еще может быть ошибка? Скорее всего, наш IPv6 вышел отсюда и дошел до RTR3. И давайте введем команду enable. Show IPv6 interface brief. Готово. И давайте посмотрим, что у нас здесь не так. Вот так. Смотрим по IPv6 адресу. Гигабит интернет 0.00. Где-то вот здесь. Гигабит интернет 0.00. Unassigned. Так. И тут все окей. Гигабит интернет 0.01. Это же RTR3. RTR3. 0.01. Вот. Да. Он должен быть настроен на IPv6 адрес. 2.00. 2.00.1. 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 Значит, вот здесь вот последняя ошибка. Сейчас мы ее очень быстро и просто исправим. Скорее всего, при настройке этого устройства человек ошибся и ввел мне тот IPv6 адрес. Окей. Conf. Int. G0.01. Готово. Дальше нам нужно отменить предыдущий IPv6 адрес и настроить правильный. Для этого no IPv6 адрес и указываем неправильный. Копируем. Тут есть кнопочка копировать, потому что Ctrl-C вернет нас. Ладно, копировать не получится. Давайте вот так вот. Ctrl-C. Нам говорят, что мы не можем. Ладно, перепишем вручную. Нет проблем. 2.00.1. Готово. D.B. 8. Готово. 5. Двоеточие. Двоеточие. 1. Это правильный, но нам, поскольку у нас команда новая IPv6, мы указываем вот этот неправильный. Так, слэш 64. Готово. Теперь настраиваем правильный. Для этого убираем дополнительные слова no. Идем в самый конец команды. И вот здесь ставим правильный IPv6 адрес. Вот из этой вот таблички. Сверяемся, чтобы все было окей. Маска под сети у нас окей. Enter. И мы видим, что у нас выполнено на 100%. Но на всякий случай я пропишу команду no shutdown, чтобы наш интерфейс был включен и готов к работе. Все. Теперь вы можете пропинговать с устройства laptop.b, например. Первый request timeout. Второй request timeout. И так дальше request timeout. Скорее всего, здесь есть еще одна ошибка в сети, из-за которой у нас request timeout. Но все ошибки, которые мы должны были найти в этой сети, мы нашли и исправили. И выполнили задание на 100%. Таким образом, мы все сделали. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok